К 2024 году доля современного оружия и техники в войсках составит почти 76%. Это очень хороший показатель. А в ядерной триаде уже в этом году превысит 88%. На боевом дежурстве уже находятся новейшие ракетные гиперзвуковые комплексы межконтинентальной дальности «Авангард». Лазерные боевые комплексы «Пересвет», а первый полк, полностью укомплектованный тяжёлыми межконтинентальными баллистическими ракетами «Сармат», поступит на боевое дежурство по плану в конце 2022 года. Увеличивается количество ударных авиакомплексов с гиперзвуковой ракетой «Кинжал», кораблей и оснащённых высокоточным гиперзвуковым оружием «Кинжал» и ракетами «Калибр». На боевое дежурство будут поставлены в ближайшее время гиперзвуковые ракеты «Циркон». В полном соответствии с планами развития вооружённых сил идёт работа и над другими самыми современными боевыми комплексами, включая «Посейдон», «Буревестник» и другие системы. И вот именно как лидер в создании боевых систем нового поколения в развитии современных ядерных сил, Россия ещё раз настоятельно предлагает партнёрам обсудить вопросы, связанные со стратегическим вооружением, с обеспечением глобальной стабильности. Предметом, целью таких переговоров может стать создание среды бесконфликтного сосуществования на основе уравнения безопасности, которое охватывало бы не только традиционные стратегические вооружения, межконтинентальные баллистические ракеты, тяжёлые бомбардировщики и подводные лодки, но и, подчеркну, все наступательные и оборонительные системы, способные решать стратегические задачи, независимо от их оснащения. «Даже удивительно, но несмотря на все проблемы, с которыми мы сталкивались в экономике, в финансах, в оборонной промышленности, в армии, но всё-таки Россия оставалась и остаётся крупнейшей ядерой державы. Нет, с нами никто по существу не хотел разговаривать. Нас никто не слушал. Послушайте сейчас». Спасибо. Видео, пожалуйста. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ В силу понятных причин мы не можем сегодня показать истинный облик, истинный внешний вид этого изделия. Даже это сегодня имеет значение, серьёзное значение. Думаю, всем это понятно. Но уверяю вас, всё это есть в наличии и хорошо работает. Более того, предприятия промышленности России приступили к серийному производству этой системы. Этого ещё одного нового вида стратегического оружия России. Мы назвали его «Авангард». Мы хорошо знаем и о том, что ряд государств работают на создание перспективного оружия на новых физических принципах. Есть все основания полагать, что и здесь мы на шаг впереди. Во всяком случае, там, где нужнее всего. Так существенные результаты достигнуты в создании лазерного оружия. И это уже не просто теория или проекты, и даже не просто начало производства. С прошлого года в войска уже поступают боевые лазерные комплексы. Не хочу в этой части вдаваться в детали. Просто пока не время. Но специалисты поймут, что наличие таких боевых комплексов кратно расширяет возможности России, именно кратно, в сфере обеспечения своей безопасности. Посмотрите видео небольшое. Для тех, кто интересуется военной техникой, я также хотел бы предложить, попросил бы, чтобы они предложили название и этой новой технике, и этому новейшему комплексу. Конечно, мы ещё будем заниматься доводкой, развитием, совершенствованием наших новейших систем оружия. И, разумеется, я сегодня сказал далеко не обо всех наших достижениях и перспективных разработках. Но на сегодня достаточно. Особенно подчеркну... Особо подчеркну, что созданные и создаваемые образцы нового стратегического оружия, по сути, новых видов стратегического оружия, это не задел времён Советского Союза. В ходе работы мы, конечно, опирались на некоторые идеи наших гениальных предшественников. Но всё, о чём я сегодня сказал, это новейшие разработки последних лет. Это результат усилий десятков, десятков научных организаций, конструкторских бюро, институтов. Над этим тихо, скромно, без всякого самолюбования, с полной отдачей силы на протяжении многих лет работали тысячи, именно тысячи наших специалистов, замечательных учёных, конструкторов, инженеров, увлечённых своим делом талантливых рабочих. Среди них очень много молодых людей. Все они, так же, как и наши военнослужащие, которые демонстрируют в боевых условиях лучшее качество российского воинства, все они и есть настоящие герои нашего времени. АПЛОДИСМЕНТЫ Хочу сейчас обратиться к каждому из них и сказать, конечно, будут и премии, и награды, и почётные звания, но я знаю, со многими из вас неоднократно встречался лично, что вы работаете не ради наград. Главное – надёжно обеспечить безопасность Отечества и нашего народа. И как глава российского государства, от имени народа России сердечно благодарю вас за труд и за его результаты. Они так нужны нашей Родине сегодня. АПЛОДИСМЕНТЫ В основе всех перспективных военных разработок, как я уже сказал, лежат выдающиеся достижения, которые могут, должны и будут в своё время использоваться в высокотехнологичных гражданских отраслях производства. Но что хочу особо отметить? Такое уникальное, сложнейшее оружие может успешно разрабатываться и производиться только государством с высочайшим уровнем фундаментальной науки и образования, мощной исследовательской, технологической, промышленной, кадровой базой. И вы видите, что всеми этими ресурсами Россия располагает. Мы будем наращивать этот потенциал, концентрировать эти возможности на решении тех масштабных задач, которые стоят перед страной в экономике, в социальной сфере, в инфраструктуре. И такое уверенное, долгосрочное развитие России всегда будет надёжно защищено. Повторю, каждая из названных систем оружия уникальна и важна. Но ещё более значимо то, что всё это вместе даёт возможность специалистам Минобороны и Генерального штаба создавать перспективную, комплексную систему обороны страны, в которой каждому новейшему инструменту вооружённой борьбы отводится своя роль. Наряду с имеющимся и уже стоящим на боевом дежурстве оружием стратегического назначения, которое мы также постоянно совершенствуем, Россия получает такую систему обороны, которая надёжно обеспечит её безопасность на длительную перспективу. Конечно, ещё многое предстоит сделать в сфере военного строительства. Но уже сегодня мы с полным основанием можем заявить, что в России создана современная, с учётом огромности нашей территории компактная высокотехнологичная армия, сердцем которой является преданной своей Родине, готовый на любые жертвы ради своего народа офицерский корпус. Техника, оружие, даже самое современное, рано или поздно появятся в других армиях мира. Это нас абсолютно не волнует, у нас это уже есть и будет ещё лучше. Главное в другом. Таких людей, таких офицеров, как наш лётчик, гвардии майор Роман Филиппов, у них не будет никогда. АПЛОДИСМЕНТЫ Надеюсь, что всё, что было сказано сегодня, отрезвит любого потенциального агрессора, а такие недружественные шаги по отношению к России, как развертывание системы ПРО, приближение инфраструктуры НАТО к нашим границам и тому подобное, с военной точки зрения становятся неэффективными, с финансовой – неоправданно затратными и в конечном итоге просто бессмысленными для тех, кто это инициирует и делает. Обо всём, что было сказано сегодня, мы так или иначе должны были проинформировать наших партнёров в соответствии с принятыми на себя ранее международными обязательствами. В нужное время и в нужном объёме специалисты МИДа и Минобороны ещё не раз обсудят с ними эти вопросы, если, конечно, наши партнёры этого захотят. Со своей стороны отмечу, что все работы по укреплению обороноспособности России проводились и проводятся нами в рамках действующих соглашений в области контроля над вооружениями. Ничего мы не нарушаем. Особо подчеркну, растущая военная мощь России никому не угрожает. У нас не было и нет планов использования этого потенциала в наступательных, а тем более в агрессивных целях. Мы никому не угрожаем, ни на кого не собираемся нападать, ничего ни у кого, угрожая оружием, не собираемся отнять. У нас у самих всё есть. Наоборот, считаю необходимым подчеркнуть, и это очень важно, растущая военная мощь России – это надёжная гарантия мира на нашей планете, поскольку эта мощь сохраняет и будет сохранять стратегическое равновесие и баланс сил в мире, что, как известно, было и остаётся одним из важнейших факторов международной безопасности после Второй мировой войны и до наших дней. А тем, кто на протяжении последних 15 лет старается раздувать гонку вооружения, пытается получить в отношении России односторонние преимущества, вводит незаконные с международной правовой точки зрения ограничения и санкции с целью сдержать развитие нашей страны, в том числе в военной области, скажу – всё, всё то, чему вы пытались помешать, воспрепятствовать, проводя такую политику, уже свершилось. Сдержать Россию не удалось. Теперь нужно осознать эту реальность, убедиться в том, что всё, что мною было сегодня сказано – это не блеф, а это не блеф, поверьте. Подумать, отправить на заслуженный отдых тех, кто живёт в прошлом и не в состоянии заглянуть в будущее. Прекратить раскачивать лодку, в которой мы все находимся и которая называется планета Земля. В этой связи хотел бы здесь отметить ещё одно обстоятельство. Большую озабоченность вызывают и некоторые положения обновлённого обзора ядерной стратегии США, в котором расширяются возможности снижения и снижается порог применения ядерного оружия. И кулуарно можно кого угодно и как угодно успокаивать, но мы читаем то, что написано. А написано так, что она может быть пущена в ход в ответ на удары обычными вооружениями или даже на киберугрозу. Отмечу. В нашей военной доктрине Россия оставляет за собой право использовать ядерное оружие только в ответ на применение против неё или её союзников ядерных и других видов оружия массового поражения. Или в случае агрессии против нас с применением обычного вооружения, когда под угрозу поставлено само существование государства. Всё очень чётко, ясно, конкретно. В этой связи считаю своим долгом заявить следующее. Любое применение ядерного оружия против России или её союзников, малой, средней, до какой угодно мощности, мы будем рассматривать как ядерное нападение на нашу страну, ответ будет мгновенным и со всеми вытекающими последствиями.